Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что все более-менее знакомы с недельной главой. Надеюсь, но на всякий случай так обрисую один из эпизодов. Сделай себе змея, сказал Бог, возложи его на шест, и будет всякий ужаленный, если посмотрит на змея, останется жить. 40 лет народ скитается в пустыне. Люди теряют терпение, начинают роптать на Бога, на Маше. Ну, нервы, что называется. Люди нервничают. Всевышний посылает ядовитых змей. Они убивают очень много людей. Люди раскаиваются, просят Маше молиться Всевышнему, чтобы змеи исчезли. Что Маше молится Всевышний, что говорит? Изготовь змея, помести на шест, чтобы каждый, кого ужалит, мог смотреть. Хафиц Хайм задает вопрос. Когда египтяне согрешили, Всевышний послал на них жаб, которые проникли в их жилище. Оказались в постелях, в печи, в тесте. Фарон попросил отменить казнь. Маше помолился, и жабы умерли. Когда на Египет были посланы дикие звери, Маше помолился, и те вернули свои логово. Неужели сыны Израиля хуже египтян, не дай Бог? Почему змеи не умерли и не вернулись в свои норы? Почему вообще надо подумать? Они продолжали жалить, и все, что можно было сделать, это только минимизировать грех, создав медного змея. Ответ в том, что нападение змей было символическим наказанием за грех народа. Какой грех? Они роптали, наговаривали. А когда человек наговаривает, ну иначе говоря, языком своим лишнее говорит, словесно нападает на другого, он как будто выпускает ядовитую змею. Эта змея уже не может найти, как вернуться в клетку, ее тяжело загнать, она незаметно подползает и жалит. И все, что теперь можно сделать, это только уменьшить вред. Это очень страшный урок, наглядно демонстрирующий всю опасность злословия. Мы обязаны оберегать свой язык, держась вот эта змея под замком. Старая история, когда один человек дурно отзывался о Равине, однажды совесть замучила, попросил прощения, сказал, что согласен на любое наказание. Равин говорит, хорошо, возьми несколько пуховых подушек, распори их. Он распорол, пусти по ветру, он сделал. Теперь Равин говорит, иди собери пух. Так это невозможно, говорит человек. Конечно, конечно, и хотя ты можешь искренне сожалеть о причиненной тобой зле. И невозможно уже исправить все это зло, причиненное твоими словами. Как собрать весь пух? А что это за образ медный змей? Как он, попробуем копнуть чуть-чуть, да? Как он спасал людей от змей настоящих? На еврике медный змей, это нахаш а нехоши. Что это понимать на русский язык перевести можно? Змей змеев. Чтобы лучше понять, что за этим стоит, посмотрим, в каком контексте Торо упоминает вот этого медного змея, медь, слово медь, первый раз. Первый раз в книге Торо сказано, и там Цилла родила Тувал Каина, шлифующего и кующего всякую медь. Медраж сообщает о том, что Тувал Каин занимался изготовлением оружия и также для того, чтобы пахать землю инструментом. Острые инструменты, которые он сделал своей кузнице, нужны были хоть для того, хоть для другого. Человеку, которого изгнали из рая, пришлось делать выбор. Либо принимать свою судьбу и свое новое положение, добивать себе пропитание, обрабатывать землю, либо убивать других, отнимая у них пищу силой. Иметь в этом отрывке стало что? Символом выбора. Это символ нечеткости границ в нашем мире между добром и злом. Человеку всегда дается острый инструмент, от языка до рук. И он сам решает, как будет его использовать. На благие цели или чтобы отнять у другого. Вот теперь мы подошли вплотную к пониманию идеи вот этого медного змея, который Творец приказал прилепить на шест. Этот медный змей напоминал людям о возможности выбора между добром и злом. Основной урок этой истории с этим змеем в том, что человек, сумев, сделав правильный выбор, приближается к Творцу. Каждый раз, когда мы делаем что-то хорошее, мы раз и приблизились, плохое раз и отдалились. Поэтому заключается магическая сила змея в одном. Он заставлял народ осознать необходимость правильного выбора, чтобы стать ближе к Творцу. Поэтому, когда нам что сказано? Даю я тебе смерть или жизнь, благословение или проклятие? Так вот, молю тебя, прошу, выбери жизнь. Возьми и правильный выбор сделай. Это помощь с неба, когда перед нами есть выбор. Хотя, казалось, вначале часто бывает что-то не так, а смотрим, да, так. Так, различные события в нашей жизни помогают нам, если мы что, всматриваемся в них и пытаемся их понять. Все, что нам посылается, посылается для нас. И каждый раз, каждый день написано в Каббале. Это выбор между добром и злом. Брахава и ослаха, давайте выберем добро. Спасибо.